Дорогие телезрители, дорогие друзья, для меня большая честь и привилегия приветствовать вас на наших передачах. Для нас великое благословение служить вам. Я благодарю Бога за то, что мы можем делиться тем посланием, которое есть для вас. Я верю, что это слово, которое оказывает влияние, приносит плод в Царство Божие. То, что мы делаем как церковь, мы совершаем надлежащие нам поприще на этой земле. До сега недостигнутых, приходя в поселки, деревни, где никогда не звучало Евангелие, где люди говорят, почему вы раньше не пришли к нам. Мы несем туда весь. Я вдохновляю вас. Присоединяйтесь к нам. Мы нуждаемся в вашей поддержке. Молитвенной, финансовой. В том, чтобы, может быть, приехать и провести время с нашей командой, пойти в какой-нибудь отдаленный поселок. Есть огромная нужда в том, чтобы Божье Слово пришло туда. Пусть Бог ласовит вас. Присоединяйтесь. Возлюбленные, В этой особенно исключительной ситуации мы приняли решение, что мы будем продолжать все наши церковные служения и сегодня хлебопреломление. Это напоминает мне историю, когда Бог сказал Моисею, возьмите акцию, возьмите семью, возьмите, закройте в своем доме и ожидайте. Окропите косяки дверей ваших кровью, чтобы была охрана и защита. Мы как никогда сегодня нуждаемся в этой особой охране и защите. Мы сегодня как никогда нуждаемся в этой особой благодати от Господа. И, может быть, раньше, когда ты читал это место священного Писания, оно не до конца было понятным для тебя. Потому что каждый из нас, мы стремились наоборот, в этот день, как бы мы заняты ни были, мы шли в Дом Господний, потому что было причастие, потому что было особое время для нас быть одним целым. Но сегодня жизненные обстоятельства подвели нас к тому, что мы находимся в каждой своем доме, в каждой со своей семьей. Кто-то из вас, вы находитесь одни, но вы находитесь в церковной семье, в единстве, через это служение. И где бы мы ни находились, очень важно нам понимать, что мы с вами находимся именно в том состоянии нашего сердца, в том положении, когда Господь Духом Своим Святым может посетить нас там, где мы есть. Я помню множество историй, которые рассказывали старшие братья, когда они проходили через сложнейшие обстоятельства своей жизни, в сестенных обстоятельствах. Они проводили причастие, и они ожидали от Господа, и они переживали великую благодать. Наверное, сегодня пришло время, когда нам нужно пережить эту благодать, когда нам нужно оценить ценность церкви, когда нам нужно оценить ценность общения друг с другом. Я не знаю, как вы, но мое сердце, оно скучает по общению с народом Божьим. Я не могу дождаться того дня, когда мы вместе соберемся, чтобы прославить того, кто достоин. Сегодня, знаете, как апостол Павел, который находился на корабле, я их бросала из сторону в сторону, и они не знали, когда это закончится. Но было откровение от Господа. И он знал, что будет вот так и вот так. Хотя эксперты, специалисты говорили, что будет все по-другому. Наверное, сегодня и мы ожидаем от экспертов, от специалистов, которые скажут нам, будут по-другому. Каждый из нас надеется, что, может быть, это будет завтра, может быть, через неделю, может быть, это будет намного раньше, может быть, нужно готовиться более длительное время. Но вы знаете, все в руках Господа. Очень важно в это время получить мир Божий, который превышает всякого ума. Очень важно, чтобы косяки нашего сердца были помазаны кровью Акса. Очень важно, чтобы наша вера, она не потерпела кораблекрушение. Очень важно, чтобы наше упование осталось в Господе. Очень важно поддерживать свои светильники так, чтобы как разумные девы, которые, ожидая прихода жениха, заботились о том, чтобы было масло. Писание говорит интересную историю о девах, что когда они ожидали, они уснули. вы знаете, мы с вами прошли через какое-то странное время в нашей жизни. Уже не раз была какая-то, знаете, тревога, опасность, и мы говорили об этих опасностях. Но никто из нас не ожидал, что придет так, как пришло сейчас. И нам нужно быть честным, искренним в том, что понять, что где-то что-то мы пропустили, где-то мы оказались не готовы. Бизнесмены, могут сказать, мы не готовы были в бизнесе своем пройти через такие обстоятельства. Люди, которые просто работают, могут сказать, и я не готов оказался, потому что никто не знал, я планировал свой отпуск, я планировал свои сбережения потратить на другие цели. Церковь, которая была увлечена своими программами, как-то оказалась не готова к тому, чтобы именно таким форматом перестроиться. И многие сегодня свидетельствуют и говорят, мы оказались не готовы. Где-то мы уснули, где-то мы все уснули. Писание говорит, что когда жених медлил прийти, давайте мы откроем эту историю и прочитаем ее. Матфея в 25-й главе записано с 1-го стиха. Тогда подобно будет царство небесное десяти девам, которые взявшие светильники свои вышли навстречу жениху. Пять из них было мудрых и пять неразумных. Неразумные взявшие светильники свои не взяли с собой масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. Когда же за них замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девочки, поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себя. Когда же пошли они покупать, пришел жених и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приход и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвери нам». Он сказал им в ответ «Истинно говорю вам, не знаю вас, и так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Интересно, что девы это не невеста. Девы это те, которые приготовляли невесту для жениха. были те, которые взяли масло, они уснули и задремали, но они были готовы. И когда услышали голос, они оказались готовы. А были те, которые не поняли время, оказались абсолютно не готовы для встречи с Господом. Вы знаете, возлюбленные, может быть, мы живем сами в то время, когда проходит генеральная репетиция, возвращение нашего Господа на эту землю. Господь испытывает нас, Господь проверяет, готовы ли мы для встречи с Ним, готовы ли мы наш взор обратить с наших нужд, с нашего понимания жизни, понимания вечности и откровения о Господе. Готовы ли мы понять, что есть что-то более важное в этой жизни, чем то материальное, за что мы так сильно держимся. Готовы ли мы оценить возможность наполнять себя Божьим Словом, помазанием от Господа, чтобы пройти через многие вызовы? Готовы ли мы сейчас пробудившись приготовить себя для вечности? Или мы все еще надеемся, что это некое временное явление, это длинные выходные, это просто нужно побыть дома и все наладится? Сколько из нас мы думали, ничего страшного, у нас будет хорошая неделя, мы побудем дома. Некоторые даже планировали какие-то свои планы сделать в это время. Но когда ты услышал вещь, что выходные затягиваются, пришла какая-то тревога, пришло некое непонимание определенной ситуации. Кто-то недооценивает это и смеется над этим, а кто-то слишком серьезно относится и переживает, начинает паниковать, волноваться. Можем ли мы вот в этом шторме жизни наполниться миром Божьим, чтобы мир Божий, который превыше всякого ума, пребывал с нами? Можем ли мы иметь это помазание от Господа, это масло, которое прикоснется к нам, чтобы наш светильник продолжал гореть, чтобы наша вера не угасла, чтобы нашим упованием был Господь, чтобы цель нашей жизни была вечность? Можем ли мы во время этой тьмы, во время вот этого непонимания, что происходит, или может быть волнение, переживание наполнить наши сердца Божьим присутствием, чтобы проходя через этот путь, нам укрепляться и утверждаться в Царстве Божьем? Как это сделать? Я уверен, только через путь освящения, через путь осознания наших ошибок, через путь нашей искренности, как Писание говорит, что в Коринфянам первом послании в 11 главе апостол Павел говорит, я от самого Господа принял то, что и вам передал, Господь Иисус в ту ночь, которую предал был, взял хлеб, возблагодарил, преломил, сказал, примите, идите, сей из тела мое за вас сломимое, сей творите мое воспоминание, так же и чашу после вечерей сказал сей, а чаша есть новый завет моей крови, сей творите, когда только будете пить мое воспоминание, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу, сию смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб этот, сей и пить чашу Господню недостойно, виной он будет против тела крови Господней. Да испытывает же себя человек и таким образом пусть сест от хлеба сего пьет из чаши сей. Ибо кто если пьет недостойно, тот если пьет в осуждении себе, не рассуждая теле Господнем. А то многие из вас немощные, больные, немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Говорит, когда ты прикасаешься к святыне, испытывая свое сердце, приготовляя себя для вечности, когда ты прикасаешься к святыне, пусть это будет очень ценным, очень важным в твоей жизни, чтобы когда ты возьмешь хлеб, когда ты возьмешь чашу, чтобы ты смерть Господню возвещал, доколе он придет, чтобы ты этим действием напоминал себе о Голгофе, чтобы это действие напоминало тебе о том, кто так сильно любит тебя, что умер и воскресло оправдание. Насколько важно нам испытывать себя и проверять, верили мы. Вы знаете, сегодня для нас хороший тест. Верили я. я все буду еще верить, когда шторм кругом. Я все еще буду верить, когда я не знаю, какие мне нужно будет принимать решения. Мудрость от Бога это принять верное решение в то время, когда нету решения, когда ты не знаешь. когда перед тобой несколько сложных выборов и ты выбираешь именно то решение, которое впоследствии кажется самым правильным. И вот в это время нам нужна мудрость, нам нужен Господь, нам нужно откровение. как сделать, чтобы Бог действовал через меня? Как сделать так, чтобы я был сосудом, который Бог будет использовать? Как сделать так, чтобы Бог двигался в моей жизни, чтобы Божий мир наполнял меня? Вы знаете, это прийти в Божье присутствие и осветиться. Потому что каждый раз, когда мы это делаем, мы с Верой Господним возвращаем, доколе Иисус придет. это все еще мы свидетельствуем миру о том, что Господь скоро грядет. А мы имеем еще это время благодати приходить в Божье присутствие, чтобы получить благодать и милость от Господа. Мы сейчас будем молиться. Мы помолимся за хлеб, мы помолимся за чашу. и у каждого из вас вы приготовили это. Я хотел бы, чтобы мы сейчас простерли наши руки, мы могли принести святую пред Господом. А также хотел бы, чтобы каждый из нас открыл свое сердце для Бога. Время поговорить с Богом очень искренне и честно о том, что нас волнует, о том, что нам нужно поправить, о том, что не так делаем или делали. и попросить, чтобы, вкушая хлеб и беря чашу, мы переживали благодать Божьим, которая придет и наполнит нас силой Божьей, чтобы у нас хватило веры, помазания, мудрости в Божьей благодати, оставаться в Божьем мире и в Божьем покое. Довериться Господу настолько сильно, чтобы, когда мы пройдем через это, мы могли свидетельствовать, что великий, святой, праведный Бог, Бог верный. Давайте мы прострем наши руки и помолимся за святыню, помолимся за каждого из нас. Отец Семестный, я прихожу, Господь, предлецо Твое, Господь, я на руках молитвы я приношу каждого, Господь. До сегодня, Господь, в этот час открыл свое сердце для Тебя. Боже, мы рассуждали о делах. Я молюсь, Господь, чтобы нам быть в числе тех, кто были разумны. Я молюсь, чтобы Ты, Господь, приготовлял нас для вечности. Прости нас, Господь, за все, что мы делали не так. Прости нас за наши мысли, слова, дела. Прости нас, Господь, за наш эгоизм. Прости нас, Господь, за то, что мы мало проводили времени с теми, кто дорог нашему сердцу. Прости нас за то, что мы увлеклись, Господь, собой, и мы стремились, думая, что всегда так будет. Но Ты, который знаешь, как смирить города ходящих. Ты, Бог, который знаешь, как прикоснуться к нам нежно, чтобы мы остановились на путях наших и познали, что Ты благой Бог. Я молюсь, Господь, чтобы Ты, Боже, пришел в наши дома благодатью и милостью. Я молюсь, чтобы Ты прикоснулся сегодня к каждому, кто ожидает от Тебя. Боже, мы каемся перед лицом Твоим, Господь, во всем, чем мы неправы перед лицом Твоим. Боже, прости нас. Прости нас, Господь. Прости нас, когда мы могли что-то делать и не делали. Прости нас, когда мы могли служить и не служили. Прости нас, когда мы имели возможность быть в Доме Твое и не ценили этой возможности. Прости нас, Господь, когда мы могли помогать и не помогали. Прости нас, когда мы смотрели свысока на кого-то. Прости нас, когда мы игнорировали, Господь, то, что Ты показывал нам. Прости нас, Господь. Прости нас Господь за все, чем мы неправы пред лицом Твоим. Прости нас за наших детей, когда мы могли проводить время с ними, но мы откупались от них. Думали, что компьютеры, игры, развлечения, спорт сможет помочь нашим детям лучше, чем мы. Боже, прости нас. Прости нас, что мы учили наших детей всему, но не тому, чтобы познавать Тебя. Прости, что сами, Господь, так мало проводили времени с Твоим Словом, с общением друг с другом. Прости, что не служили. Когда могли служить, Боже, я молю, чтобы Ты пришел к нам. Очисти нас, освяти нас, помилуй нас, приготовляй нас, Господь, для вечности. И пусть Твой святой мир придет, Господь, вместе с хлебом и чашей, Господь, чтобы они были благословением для нас, чтобы они не судили нас, чтобы мы не принимали, Господь, с осуждением. Боже, я молюсь, Господь, прямо сейчас, Господь, за хлеб и чашу, Господь. Я молюсь, Господь, за каждый дом, Господь, где есть хлеб и чаша, Господь. Боже, мы благословляем святыню Твою, Господь, и мы молимся, Господь, чтобы ты прямо сейчас, Господь, прикоснулся к каждому, Господь. Боже, возьми, Господь, хлеб, Господь, помашь его, Господь, чтобы, когда мы будем вкушать, приходила жизнь и жизнь с избытком, Господь. Чтобы приходил Твой святой мир, Господь, чтобы мы переживали, Господь, Твою благодать. Я молюсь, Господь, также за чашу, Господь, чтобы с чашей, Господь, приходила, Господь, Твоя особая благодать, когда мы будем вкушать из нее. чтобы мы, Господь, никогда не забыли, Господь, смерть Твою, чтобы мы никогда, Господь, не пренебрегли, Господь, даром жизни вечной, чтобы мы, Господь, приготовляли себя, Господь, для Царства Твоего. Боже, благослови каждого, кто будет принимать. Я благодарю Тебя, Господь, за эту особую, благословенную, Господь, минуту в нашей жизни, единение, общение с Тобой друг с другом. Тебе слава, наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. В ту ночь, когда Он предан был, в ту ночь перед распятием, в ту ночь Он Пасху совершил, с учениками говорил. Это есть тело мое, за вас сломимое, Сие творите мое, воспоминание. И эта чаша есть кровь, завета нового, Та драгоценная кровь, за многих пролитая. Господь Иисус, в ту ночь стоял, держа в руках пасхальный хлеб, Благословляя, преломлял, благословляя, преломлял, И подавая им сказал. Это есть тело мое, за вас сломимое, Сие творите мое, воспоминание. И эта чаша есть кровь, завета нового, Та драгоценная кровь, за многих пролитая. Та драгоценная кровь, за многих пролитая. И всякий раз, когда едим, мы хлеб и чашу эту пьем, Мы возвещаем смерть Твою, доколе Ты придешь. Это есть тело Твое, за нас сломимое, Мы завершаем Твое, воспоминание. И эта чаша есть кровь, завета нового, Та драгоценная кровь, за многих пролитая. Та драгоценная кровь, за многих пролитая. В ту ночь он предан был, и в ту ночь он Пасху совершил, С учениками говорил. Это есть тело мое, за вас сломимое, Сие творите мое, воспоминание. И эта чаша есть кровь, завета нового, Та драгоценная кровь, за многих пролитая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Пять лет назад нам предложили улучшить жилищные условия и материальное положение. Нам казалось, что все получится, мы будем жить хорошо. Через некоторое время мы поняли, что нас обманули, попали в долги, жилья лишились. Жена плакала каждый день, думала, дети наши долги будут оплачивать. Потому что это исчислялось миллионами. Мы должны были миллионы. И я понимала, что нам никогда не расплатиться с этим, что просто-напросто эти долги останутся на наших детях. Это было ужасно. Но все это еще коллекторы, представители банка, осуждение родственников. В общем, наш мир рухнул. Мы пошли к пастырам, рассказали. Когда за нас молились и пастыра, и братья и сестры молились за нас, и посты брали. Сами мы бы одни не справились. Это точно. Просили у Бога не материальных благ, мы просили у Бога, чтобы остаться верными Ему. Случилось вот просто чудо. Вдруг раз, и пришел мир. Пришло прощение, прощение вот этих людей. Вроде бы вот ничего, ситуация ведь не изменилась. Вот как были долги, так они и есть. Вот как нам казалось, что и дома не было, и крыши над головой, не знали, куда деваться. Но мир-то пришел в сердце. В духовном мире все изменилось кардинально. А потом, через некоторое время, стало все меняться и в материальном мире. Бог устроил так, что мы сумели построить дом. Мы избавились от долгов. Избавились от долгов. Да. Ну и Бог благословил нас третьим ребенком. Мы поступали, как написано в Слове Божьем. Это наше свидетельство и наша вера в Бога. Семь лет мы жили вот в этой ситуации. Бог обратил все во благо обратил. Вся эта ситуация, мы из нее вышли в прибыль в духовном и материальном. Слава Богу, что Бог нам помог. Я так мечтаю о любви, о ласке, теплоте и нежные слова. Так и нужно делать. Как сказано, если прощаете, значит прощайте. Бог даст силы простить. Если у нас сил нет, Бога есть. Он источник всего. Редактор субтитров А.Семкин